Спецназ за фюрера. В чем обвиняют элитные войска Германии? Статья Нария новости за 6 июля 2020 года. Андрей Коц. Римское приветствие, плакаты времен Третьего Рейха, честование Адольфа Гитлера. 75 лет спустя после поражения фашистской Германии в Бундесвере разгорается ультраправый скандал. Министр обороны обвинила личный состав одной из частей спецназа в правоэкстремистских настроениях. По ее словам, элитарность подразделения негативно повлияла на разум и мораль отдельных военнослужащих. Такое в немецких вооруженных силах случалось и раньше, о нацизме в современной германской армии в материале РИА новости. Верные так называемые наследники. Несколько лет назад в Бундесвере сформировали специальную рабочую группу для проверки морально-психологического состояния военнослужащих и выявления всевозможных нарушений. Результат ошеломил командование. Выяснилось, что в отдельных частях процветает махровый нацизм. В итоге министр обороны Аннегрет Крам Каренбауэр официально объявила о распуске второй роты отряда специального назначения КСК, элитного подразделения, принимавшего участие в боевых действиях за рубежом с 1998 года. Анализ текущих событий и правоэкстремистских случаев четко показал, что КСК, по крайней мере, частично в последние годы приобрел чрезмерную самостоятельность, что стало результатом нездорового понимания элитарности отдельными руководителями, сообщила Крамп Каренбауэр. 2-я рота отряда расформирована. Шалость меркнет перед результатами обысков в казармах КСК. Инспекторы выяснили, что спецназовцы зачем-то хранят внушительные запасы взрывчатки, патронов и антиконституционных материалов, а из арсеналов подразделения бесследно исчезли 37 тысяч единиц боеприпасов. Их не нашли до сих пор. Рабочая группа Бундесвера продолжит искоренять правоэкстремистские настроения в КСК. По словам министра, инспекторам предоставлена полная свобода действий. Среди предлагаемых мер по избавлению культа исключительности, ротация руководства между разными подразделениями отряда, кроме того, подготовку личного состава КСК, сделают общеармейской. Международные операции прекращаются, заключила министр. Задачи КСК по возможности берут на себя другие подразделения. Хочу подчеркнуть, это не наказание КСК, это шанс на исправление. Скоро предстоит юбилей, которому отряд может исправиться. Нужно гарантировать соответствие Конституции. С черными не общаюсь. Этой проблеме уже много десятилетий, и она только усугубляется. В прошлогоднем докладе уполномоченного Бундестага по делам военнослужащих Ханса Петера Бартельса содержатся такие данные. В 2018 выявили 170 проявлений экстремистских настроений в войсках, в 2017 – 167, в 2016 – 63. В документе есть и конкретные примеры. Один штаб с Ефрейтор высказался на учениях перед всем курсом и преподавательницей, что он не любит черных и не разговаривает с ними, сообщил Бартельс. На вопрос, в какой другой стране за границами Гармании он хотел бы жить, он ответил – в Аргентине, потому что там еще есть нацисты. Группа офицеров Бундесвера создала в мессенджере чат, где публиковали цитаты Адольфа Гитлера, смеялись над расово-неполноценными сослуживцами и шутили о Холокосте. В армейских казармах регулярно находят пропагандистские плакаты Третьего Рейха, изображения свастики, а солдаты, когда этого не видят офицеры, приветствуют друг друга римским салютом. Зигануть боевому товарищу – это у немецких военнослужащих. Что-то вроде дежурной шутки, объясняет РИА Новости Антон Малахов, эмигрировавший из России и служивший в одной из пехотных частей Бундесвера. На виду у командиров этого, конечно, не делают, но вечером в казарме немцы позволяют себе многое, слушают про радикальные музыкальные группы, издеваются над сослуживцами не германского происхождения, читают нацистскую литературу. Нет, конечно, далеко не все, но в моей роте таких было минимум четверо. Подготовка к действиям. Еще в 2017-м тогдашний министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен анонсировала планы по усилению политической подготовки солдат Бундесвера на фоне сообщений о неонацистских настроениях в этой среде. Объявили и об ужесточении системы фильтрации при приеме на службу в армию с детальной проверкой прошлого рекрутов. Правительство ФРГ старается ограничить ультраправым экстремистам доступ к вооруженной силе, однако переломить характерную для всего общества в целом тенденцию непросто. По мнению многих экспертов, нацификация германской армии связана в первую очередь с крайне либеральной миграционной политикой. Наплыв беженцев из Африки и Ближнего Востока заставил немецкое общество сильно поправить. Ксенофобские настроения на почве недовольства гостями резко усилились. Как грибы после дождя плодятся ультраправые группировки. Службу в армии неонацисты рассматривают как возможность найти новых единомышленников, обучиться обращению с оружием и пройти курс физической подготовки. Все это им нужно для дальнейших действий на гражданке. Это чревато самыми печальными последствиями. Так, в ноябре 2018-го полиция раскрыла заговор военных, собиравшихся убить ряд политиков, в частности, лидера фракции «Левые» в Бундестаге Дитмара Барча. Заговорщики уже запасались оружием, боеприпасами и топливом. А годом ранее в Германии задержали офицера Бундесвера, который готовился совершить крупный теракт под видом сирийского беженца, чтобы вину за гибель мирных жителей возложили на мигрантов. В его шкафчике в казарме следователи нашли предметы с нацистской символикой. Они бы озаботились, кто все это выпускает и печатает. Извините, Андрей Котц, спецназ за фюрера, в чем обвиняют элитные войска Германии.